Почти 70% всех мошенничеств в России совершается при помощи интернета или мобильного телефона. И число киберпреступлений продолжает расти. С марта нынешнего года в Управлении Министерства внутренних дел по городу Чубаксары действует новое подразделение уголовного розыска, специально созданное для раскрытия IT-преступлений. О первых результатах его работы в сюжете наших коллег из пресс-службы МВД по Чубашии. Казалось бы, преступные схемы мошенников всем известны, однако потерпевших меньше не становится. Доверчивые люди теряют сотни тысяч рублей, а кто-то и больше. 4 мая поступил звонок утром с московского номера. Представились сотрудниками службы безопасности Центрального офиса Сбербанка. Сказали, что на моё имя оформлен кредит на сумму 520 тысяч рублей. То есть, были утеряны или кто-то продал мои персональные данные. Они предложили оформить кредит с целью поиска мошенников. То есть, чтобы мошенники ничего не поняли, они сказали, оформите кредит, потом мы его закроем. Доверившись аферистам, 34-летний житель Чебоксар набрал кредиты в пяти банках на сумму почти в 2,5 миллиона рублей. Как расплачиваться с этим огромным займом, мужчина пока не знает. Деньги он переводил в течение трёх дней через банкомат, осуществив в общей сложности более 150 переводов. Вот вы пока-то осуществляли переводы, у вас не возникло никакой мысли, никакого опасения, подозрения. Ведь вы предупреждались, вы, скорее всего, знали о том, что такие мошенничества существуют. Да, я знал, но не придавал такого большого значения. Можно сказать, я легкомысленно к этому относился и думал, что это меня не коснётся. И таких случаев только в Чебоксарах. За первые четыре месяца уже более 800. Ущерб составил около 70 миллионов рублей. В два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В управлении были приняты решения по проведению оргштатных мероприятий и созданию отделения по раскрытию бесконтактных хищений. Всего сотрудниками отделения за период создания нового подразделения уже раскрыто 21 преступление. В ходе одной из командировок из Краснодара в Чебоксары был доставлен 34-летний мужчина, подозреваемый в мошенничестве. Летом прошлого года житель Чебоксар перевёл ему 25 тысяч рублей за автозапчасти, но товара так и не дождался. Уже в столице Чувашии выяснилось, что задержанный краснодарец находится в федеральном розыске за серию аналогичных преступлений. За что задержаны? Задержаны за невыполнение своих обязательств. А это кадры, сделанные в ходе командировки в Самарскую область. За высоким забором этого особняка, расположенного в городе Сызрань, проживает 30-летняя женщина, которая стала фигурантом уголовного дела, расследуемого в Чебоксарах. В Сызране задержана женщина, которая на сайте знакомств познакомилась с нашим жителем города Чебоксары престарелого возраста, ввела его в заблуждение и обманным путём получила у него денежные средства в сумме 88 тысяч. Данная женщина установлена, задержана сотрудниками и дала признательные показания. С учётом роста IT-преступлений нагрузка у нового подразделения максимальная. Но сотрудники полиции рассчитывают, что жители нашей республики станут бдительнее при использовании интернета и мобильных телефонов.